Здравствуйте, друзья, зрители и гости нашего канала по щучьему велению. Маленько обзавелись мы хозяйством. Я хочу похвастаться своими маленькими ребятистами. Здесь у нас живут маленькое подворье Нюша, породы фландер. Почти месяц, без нескольких дней, крольчата фландеры. Знаете, держите, ребята, очень любят картошечку вареную. Уже на прикорм даем, на прикорм комбикорм и овес. Ну и вот тут травки вчера свеженькой набрали. У нас нету хорошего. Вот. У нас, конечно, получились очень замечательные дети, но у нас нет будущего папы. И вчера, ребята, в 11 вечера, кто чем занимается, мы поехали в деревню. Смотрите, какого мальчишку мы привезли. Он еще молодой. Здравствуй. Ну, наверное, будет Никон. Да, Никон? Вот. Это наш будущий папа всех остальных деток. Я вообще очень сильно надеюсь. Папа находится в большом стрессе, будущий. Вот. Так что мы сейчас ему для адаптации, наверное, посадим девочку, бабочку. Есть у нас. Идемте, вот Вальдемар мне сделал таки еще. Еще одну клетку. Вот. Ну, тут живет это. С вот этих вот двух мы начинали. Это, не смотрите, это безродные, бездомные. Бездомные. Так. Вот это, наверное, что-то тоже смесь беленькой. Наверное, что-то тут есть у нее в породе великаны. Но, в общем, тоже мелковато. И вот такая вот бабочка. Вальдемар очень захотел бабочку. Вот, нам пообещали, что она, как вам сказать, уже покрытая. Но, в общем, в общем, нету там ничего. Самое интересное, мы ее будем пробовать достать. Потому что мальчишка очень в большом стрессе. Чтобы быстрее адаптировался, я все-таки попробую посадить их вдвоем. Ну что, иди сюда. Мы ее назвали Лизой. Иди сюда. Это будет сейчас целый квест. Иди сюда. Иди. Говорят, что за уши таскать нельзя. Нет, я ее не вытащу. Давай. В общем, я решила это дело доверить. Поимку зайца. Мужчине. Давай, давай, давай. Не забывай. Да, по-моему, нам ее надо вместе с домиком. Не говори. Говоришь, что надо за шкурку. Толстая какая. Толстая. Ой, слушай, ее, походу, надо на диету сажать. Так. Ну вот, пусть они тут вдвоем и худеют. Кролл. Что, будем опускать? Да. Кролл. Что, зажирела? Показывай. Ну, так пускай, пускай. Оба-на. Ну вот, пускай там сидят вдвоем. О. Ну что, нормально вам тут? Лизе, наверное, год с чем-то. А Фландеру вот еще буквально полгода. Да. Вот, представляете, разница, подожди, подожди, повыше подними. Представляете, полугодовалый кролл еще, ну, ребенок и фландер. Ну, довольно-таки взрослый разница. Ну, будем смотреть. О, ну что, тебе веселее теперь будет? Вот, не бойся. Видишь, теперь ушастики. Мне кажется, даже замерз. Да, первый поцелуй. Ну ладно, будем смотреть. Ну что, вам сейчас хоть повеселее будет? Мне кажется, он даже замерз. Мы тут, знаете, такую клетку быстро-быстро в полночь изобразили. Ну вот. Лиза тоже смотрит. Но она, мне кажется, прилично растолстела, да? Да, и тут человеки еще сидят. Да, у тебя там был домик, избушка. О! Микон сразу Лизу мухает. А что за такое? Что это такое? Ага, слушай, да, вот природу не... Первые удары копытцами. Ну что, Никон, нормально жизнь налаживается, да? Тебе вдвоем уже, наверное, не скучно будет. Ты уже бояться не будешь. Это ты столько шерсти с нее выдрал. Такая она линяет. А слушай, а почему они, кстати, линяют? Сейчас мы узнаем. Никон все расскажет нам. Смотри, он ее больше вообще раза. Ну все, на этом знакомство первое закончилось. Никон, ну-ка посмотри сюда. Ушастое чудовище. Боже мой, какая она маленькая. Лиза хоть поскачет. А то она все тоже в своей клетке сидит. Месяц. И тоже очень плохо адаптируется. Поэтому одна из причин. Что, Заяц? Ты Заяц? Красивые глаза. Смотри, какие красивые. Да они вообще как вишни. Знакомство крыльчихи с кролом. Я думаю, знаешь, что, наверное, надо забрать, пока они не перевернули, не буду. Да, вытаскивай. Потому что им сейчас, наверное, точно будет не до этого. Да, я думаю, да. Травки им хватит. Травы хватит, тебе нахватит. Ты воду в обед поставишь, потому что будет протеклее. А вы там что, топаете. Он даже к воде не притронывается. Так, ладно, я его тут вот оставлю. Ну что, ушастики, нормально? А то вы вдвоем грустили. Лиза вообще за целый месяц не вышел со своей коробки. Сейчас им будет веселее. Ага. Потом пусть они у вас по двору бегать.